Река Объяснение – одна из тех рек, которые во время сильных ливней вышли из берегов и доставили большие неудобства. Именно из-за паводков была подтоплена большая территория в районе улиц Фадеева, Спортивной и Борисенко. Проблемная речка, которая на протяжении, наверное, 30 лет дону углублялась, поэтому, конечно, выходит на рельеф. При наличии обильных дождей, особенно которые прошли сейчас, буквально два дня назад, она затопила и Фадеева, и Клубную, весь этот район, Сахалинскую. Поэтому здесь нужно просто с момента падения воды ставить технику, чтобы всю ее 6-километровую длину углубить. Еще раз просмотреть и ежегодно прочищать те водопорпусные трубы, которые находятся на стыке железнодорожных трамвайных путей, и вывести ее уже непосредственно за лес. Во Владивостоке в этом году началась работа по расчистке рек и их дноуглублению. К таким объектам также относятся река Песчанка и ливневый канал Второй речки. В первую очередь мы зашли на реку Песчаная, и сейчас уже прошли чуть более чем 3 километра для того, чтобы спрямить русло, убрать наносы, углубить саму реку и сформировать откосы. Второе – это вторая речка, это ливневый канал Второй речки. Мы выполнили работы аналогичные от проспекта Столетия до Амурского залива. Это не финальная работа. Мы понимаем, что впереди нас ждет работа и по реке Богатая, и по Первой речке. Но вот мы стараемся системно эти работы проводить. Да, действительно, эти работы не проводились в течение долгого времени. Сейчас у нас есть возможность в рамках устранения вот этих негативных последствий эти работы провести. Напомню, что из-за разлива реки Объяснения пострадали 25 домов жилого фонда и социальные объекты. К настоящему времени воду откачали, провели очистку и промывку приямков и колодцев. Проводится санитарная уборка территории. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.